Послание к евреям, глава вторая Проповедано Господом, в нас утвердилось, слышавшими от Него, при засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами и различными силами и раздаянием Духа Святого по Его воле, ибо не ангелом Бог покорил будущую вселенную, о которой говорим, напротив, некто негде засвидетельствовал, говоря, что значит человек, что ты помнишь его, или сын человеческий, что ты посещаешь его, немного ты унизил его предангелами, славою и честью увенчал его и поставил его над делами рук твоих, все покорил под ноги его. Когда же покорил ему все, то не оставил ничего непокоренным ему, ныне же еще не видим, чтобы все было ему покорено, но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен пред ангелами, дабы ему по благодати Божией вкусить смерть за всех. Ибо надлежало, чтобы Тот, для Которого все и от Которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасение их, совершил через страдания. Ибо и освящающий, и освящаемые все от единого. Поэтому он не стыдится называть их братьями, говоря, «Возвещу имя Твое братьям моим посреди церкви, воспою тебя». И еще я буду уповать на него, и еще вот я и дети, которых дал мне Бог. А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет семя Аврамова. Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа, ибо как сам он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь.